Нет, определенно, на пакосте у нас в городе, к согражданам это мания. Спереть значок с авто, шоб гаду жилось хуже, мусорку бомжами растащить, и это уже правило. Трамвай автолюбитель не любит, и тайное масонское общество с мощной юридической поддержкой готово. Автобан строит супердороги, а мы затем их подорвем коммуникациями, или вообще зимой убирать не будем, ай, какой крутой западло, при этом все с помусительства начальства. А что за значок, линкольный валяец, нашел, молодец. Что увидел немного строительного мусора, не убирать квартал неделю. Сколько иномарок спорол трамвая в пять, премия в придачу. Где горы снега у супермаркета, а где откат, молодец. И все это магнитогорский прикол. А вы, автомобилисты, вспомните, почем фунт лихо. Иномарки нравятся нежники такие. А деды на телегах вообще без подвески, страну такую строили. Только построили как-то криво. При этом, чтоб пятка в грудь. Да вот мы все супер-пупер. И вот вам супер угвозданный участок дороги. А еще есть приколов. Вся тяжелая техника на центральной улице. То, что полегче, типа кукурузера, включает полноприводные девайсы. И пробивая бровку. Которую затем уже либо спойлерами, либо лопатами дошлифуют иномарки. А двора? А об этом даже писать-то грустно. Наше дело развлекать. Извечные российские проблемы надоели всем и вся. Есть и еще одна проблема. Что везет и как с ним бороться. Типичный зимний день. Дырсу, как всегда, тормозит. Машины по сугробам ехать не хотят. Про гараж забудем до весны. Ску-ка-та. И вот под такое суворочное настроение звонок от наших друзей. Леха, а не рвануть ли, куда позагорать? А почему бы не в Шарм-эль-Шейх? О цене вопроса говорить не буду. Но на 12 дней вышло гораздо дешевле отдыха на магнитогорских курортах с псевдопансионом. Но самое приятное подобралась теплая, знакомая компания. Из себя любимого и из нескольких не менее веселых персон. И мы не зря мотаемся в рекламные туры. И не зря мы заставляем напрягать печень на All Inclusive. И вот вам результат. Оптимально идеальный выбор. Место с возможностью обалденного восточного шопинга для руководства ансамбля Амрита. Вообще территория Синайского полуострова упакована отелями достаточно плотной. И Египет здесь предлагает поистине великолепный отдых на любой вкус и кошелек. И еще кое-какое небольшое отличие от Хургады. Сюда в Шарм-эль-Шейх летает прямой рейс из магнитки. И здесь нет постоянных ветров с гор. Так что минимальная с позиции сроков и оптимальная с позиции цены доставка вам гарантирована. Где отдыхать? В прошлом фильме Синайского полуострова мы вам детально показали все отели от Табы до Дахаба. Да, все было очень красиво. Более чем уютно. И мы не рекомендуем сюда ехать любителям различной рыбалки. Нет, на отсутствие рыбы здесь может пожаловаться человек со зрением минус 50. И водных растений здесь тоже море. Вот трогать нельзя. А то, что местные рыбаки без нашего ведома выловили, спушайте в ресторане. Но об этом позже. Наш дневник мы посетим отвязному торчу в отеле Сети Шаров. Вот этот красный пляж. До Фарова рынка недалеко, вы его еще видите. До Карава тоже, собственно говоря, недалеко. И то, что нельзя купить за деньги. А нельзя купить за деньги в еде. Точнее можно, но только за очень большие. У нас на Монтогорске телевизионный проект, они как-то славовастники и силовастники. Ну, мы так всегда переплумили всех. И вот наша новая фарма. Очередная. Оно обошлось нам примерно в 14 долларов. Но мы не жалеем. Чтоб отгни немножко плечика. В очередной раз утрем нос всем. Поэтому четверка с плюсом. Почему не пятерка? Ну, в старейшем и полюбившемся русскими отеле это более чем очевидно. Когда в одной точке пространства, сограждан более 80%, и отель не гигантских размеров, типа Ройл Раджана, и при этом контингент не из тысячи, а из несколько сот человек. И хавка привычнее супчика, а иногда и борща на обед с равиолей и тушеной бараниной, и неприметным салатом из капусты, сдобренной уксусом и перчиком. Это не непонятный французский. Конечно же, это вкусный стол. А на завтрак не только сыр и булочка, а настоящая тушеная с луком, красным перцем, слегка приперченная баранья сосиска с кефиром. И я, и я специально вам это не показываю. Телевизор вам еще необходим. А если слюнки уже из горла, дуйте за российскими фельменями, аналогом равиоли. Ну и джина, у вас на халяву. А если нет, возьмите качественные водки и наслаждайтесь автостопом. А давайте с головой окунемся в Красное море. Нет, гидробокса Canon XL1 мы не приобрели. Но мы на время приобрели другой девайс на электроприводе со стеклянным дном. И превратились в шпионов, сверху наблюдавших все рыбное великолепие этого чудного живого моря. Сразу скажем, ехать сюда по надеющим рыбакам это легкий сердечный приступ. Здесь рыбы навалом. Но чтобы столько и в одном месте, ну просто я такое не видел. Хотя в Шарме второй раз. Ну первый был голубым по отелям, а этот неспешный. Да, вот так вот мы умеем прикалываться. Мы работники телевидения и бывшие работники металлургического комбината. Вот мы стали частными предпринимателями. И можем себе позволить плюнуть на всех и поехать опять же в январе в Египет. С кем? Конечно, мы летаем всегда в Сагаз Туристик. И, кстати, кто-то жаловался о том, что тест-драйва у нас мало. А как вам такой тест-драйв? Аккумулятор на 100 ампер и море удовольствия. А какое море? Красное. А где в Шарм-эль-Шейхе? Вот он вкус египетского отдыха с вылетом из Магнитогорска. И вот он пинок под зад краилам, шныряющим по туристическим агентствам города в поисках минимально дешевых туров. Заметьте только одно. Тур агентства типа такого немного. И оно позволяет вам с помощью нас устраивать телеприколы типа магнитогорских непутевых заметок. А мы никогда краилами не были и предпочитаем качественно работать и идеально отдыхать, понятно с кем. Чего и вам желаем. И что человек может сделать сам, без инженерных приспособлений? Ходить, бегать, спать, кушать, разумеется, плавать, но не летать. Ты не получаешь удовольствия от кайфа птиц, так как ты паришь внизу. А когда вы сверху смотрите, то внизу что оказывается? Козявки всякие, тусуются. Однако кое-что подобное можно испытать, погрузившись в Красное море на египетском побережье Шарм-эль-Шейха. Правды ради заметим. Доступны такие сказочные полеты большинству граждан стали после изобретения самолета, акваланга, ласт-маски и еще одного устройства. Ну что, вам понравилось плавать вот в таком Красном море? Нам очень. И правда ради заметим. Чтобы так долго плавать, вам, конечно, необходим гидрокостюм. Кстати, он недорогой. Здесь можно его купить. От 60 до 80 долларов. Будь то вот этот тайваньский или настоящий итальянский крести-суп. Когда мы днями бултыхались в Красном море, мы не задумывались о тех ужасах, которыми пичкают потенциальных российских туристов, центральные средства массовой информации. Типа русские пачками тонут в этих чудесных водах. Это у вас в ваших холодных водах, озерах и морях горе-пловцы теряются. Есть ведь элементарные правила. Одновременная нагрузка на сердце и алкоголь несовместимы. Но у нас без соточки и более грамм для храбрости не бывает. А там кислород заканчивается и кессонная болезнь. Мы же люди осторожные и можем плавать и с акулами. Добрыми такими. Акулами туристического бизнеса. Не спать. Не спать. Хотя спать нам в этом отеле хотелось везде. Пуркуа. Да потому что мы отдыхали в традиционном all-inclusive. Кстати в этом journey, то бишь путешествии, я так вам намекаю, типа учите английский. Мы оказались благодаря крайне некислой фирме. Пегас туристик. А теперь лохов за борт и долой кривые понты. Можно конечно под эгидой крутой тур компании рекламировать симбицильного, а иначе не назовешь. Канала из трех букв, крутящего неполноценное порно, а также мат и шоу. Юмор программу, типа спонсируемого нами Сангейт Роялом отелем от... И хватит, мы не общероссийское шоу, мы правде в глаз. Ну скажите, кто еще кроме коня крылатого запускает прямые рейсы из магнитки? Лет 10 назад первенцами были любимые эльдорадики. Теперь город Металургов везет пегас туристик. А автостопу везет прохватить адреналина в Шарм-эль-Шейхе. И вот он мой косяк. Помните? В прошлый раз и в позапрошлый я говорил, что экстрима водного маловато. Но это смотря где. Наш обрусевший, но не потерявший шика Сети Шарм с его единственным песчаным, не разрушающим кораллы пляжем, подарил нам адреналиновые полные штаны. И краткое содержание. При ветре этот буксируемый мощным катером водно-аэрозмей может крутануть немёртвую петлю с в меру упитанным алкозависимым хрюнделем. Но мы-то были профи и покатались профессионально. А в воздухе рулили бицикрылами, пузоцентрателями, попорулями и ляжко-шитками. И не перешиб сданулись. Кульно, правда? Кто-то говорит, что рождённый полк летать не может. Ох, как я тут полетал. Хотя и полкнуло. На скайлайнах, на линкольнах. А удовольствие? Полные штаны. А теперь давайте поговорим о египетской системе доставления полноценного удовольствия. Это я об их all-inclusive и чисто русской зависти. Хлопцы, девахи, мужики и пилы ненаглядные. Хватит думать о абсолютно кратковременном халявном банном герпесогарантированном загаре на мыльном осквернённом новоришевскими постройками отели. Вам предлагается отдых, причём за те же баблы. Релакс типа Лёхи Чирейкина, где в январе в тени температура шкалила выше 30-чика. Давайте поговорим, что такое египетская система в лунг-блюзах. В принципе, как бы вы можете выйти из отеля и купить всё, выросла же недорого и гемократичные цены. Но здесь, допустим, ваша путёвка подорожает всего долларов на 300. И в результате вы не будете ощущать никаких проблем. С утра, конечно, нельзя. Днём лучше тоже не экспериментировать. А вот это очень неплохое, хорошее, качественное, настоящее египетское пиво. К нашему счастью, в наших возможностях нажать перемолку. Так, вспомнив борщ равиоли из пельменей, пюре картофельное, капузочку тушёную, акулинку фольги, чистые бараньи ляжки, и поклини, влияющие на целлюлит, и манг, и натуральный гранатовый сок, и капузочку с брыснутой лимонами, и пунш с бананиями, колубникой и авокадо миной. Да-да-да, если есть такое желание, попробуйте быть независимым и свободным. И если вы хотите три раза в год чувствовать себя более чистым, чем просто ленивой песчинкой из серой массы, тогда turn up the power of brain and feel difference. Стань мужиком, сообрази, не писай, реализуй свой бизнес. Прорывайся, вгоняй в диарею энергогарантированный и не менее лоханутый страх компании. Считай, бери кредиты и отдыхай. Ты металлург, ты прокатчик, ты нужный специалист, которого не ценят, но который вправе сам соображать, кто в жизни хозяин. Он сам, а лучше таких ни слова. Как вы помните, земля имеет форму чемодана, захлопнется, наверное. Мы же свои чемоданы в конце января забили туго-туго, и было чем-то. Когда я в прошлый раз был в Шарм-эль-Шейхе, я задавался вопросом. Да, море кайф, отели зашибись, но где ж шопинг? Национальный колорит. А вот он, как говорится, не отходя от каца нашего, то есть снячего сети шарма старейшего и самого уважаемого отеля. И бесплатный совет. Когда прилегите сюда, разумеется, с пегас-туристиком, из Магнитогорска ехать за шопингом надо не на Наома-бэй, а к центральному публичному пляжу. И здесь километр в длину и в ширину шопинг с большой буквы. Золото 750-й пробы дешевле нашего 50%-го сплава. Фрукты, овощи любые довезете, и нефиг здесь кушать то. Цены за кальян 25 баксов. ХБ. Попытался я в России найти аналог по цене и качеству. Не нашел. Кто говорит, что в мусульманских странах не пьет. И пойло можно купить. И не только в первые три дня. Фуфил, да хоть залейся. Короче, мы оторвались на полную катушку. Тем более, что заботливый пегас-туристик подарил нам еще и день на халяву. А теперь финальный совет. Я, конечно, все понимаю. Не каждый может, как мы, взять и свалить после звонка из Редорада Тур. Но, господа, планируйте свой отдых. Поверьте, не стоит кидаться на горящие путевки. И в итоге выйдет то на то. Качественный туроператор подготовит вам качественный отдых. Система All-Inclusive работает и в трешках. И в любом случае, в нашей ненаглядно невыносимой, такого отдыха за такие деньги сейчас не найти. И будет такое не скоро. Но жить надо сейчас. И если у вас есть возможность поделиться такой жизнью с вашими родственниками, мы за вас только рады. Финальное лето путешествия. Конечно же нет. Для тех, кто вкусил прелесть путешествия, желание попасть в страну Эльдорадо не пропадет никогда. И мы для себя тур с оператором определились. И похоже, надолго.